Пес по кличке Зевс. Вся его жизнь не на вершине Олимпа, а на улице. Накануне Нового года вместе с такой же бродячей собакой он переходил дорогу. На пешеходном переходе их сбил автомобиль. Друг погиб, а Зевс повредил лапу. Сердобольные прохожие решили избавить животное от мучений и усыпить в одной из вид клиник города. Будучи уверенными, что собака усыплена, люди отправились на ее похороны в ближайший лесок. Но на счастье животного земля промерзла так, что выкопать могилу глубокой у людей просто не получилось. Каково же было их удивление, когда спустя сутки после похорон Зевса снова увидели на улице. Люди уверены, их обманули. Жильцы дома поехали в поликлинику, в Светлячок, и попросили ее прийти как-то помочь собаке. Она сказала, что у нее нет времени, ее коллега Светлана тоже отказалась помочь. Сказали, что у них нет времени, тут праздничный день. А деньги вернули? Деньги не вернули. Однако у самого ветеринара другая версия случившегося. Доктор уверяет, об усыплении собаки не было и речи. Сделала этот, обезболивающий и снотворный. Чтобы собака-то спалась, вышла из шокового состояния. Все. Аделина тоже в шоке от этого случая. В ее врачебной практике такое впервые. Никаких претензий на работу раньше не было. Жалоб нет. Я наоборот очень рада. Лучше уходим. Счастливые. Такой казус, по мнению ветеринара, из-за банального недопонимания. Она просто вколола псу снотворное. Люди решили, что его усыпили. И даже успели похоронить. Что касается Зевса, то сейчас он находится на передержке. Специалисты говорят, идет на поправку. В характере этому четвероногому не занимать. Сергей Хайдаров, Эльвира Софиулина, Рафаэль Ракипов, Евгений Лызаев. ТНВ Нижнекамск, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова